МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26-летнего Сергея Черкайкина, который, по ее словам, пытался ее изнасиловать. Он начинает расстегивать мне шорты, лезет мне под нижнее белье. Я, естественно, пыталась как-то от него отбиться, то есть его отталкивала, он вообще не реагировал. И ко мне попадает какой-то нож под руку, и я его ударила наотмашь. Но мать Сергея не верит в то, что ее сын насильник, и уверена, что Татьяна скрывает истинные причины, из-за чего она убила ее единственного сына. Я про своего парня знаю, что он честный был, трудолюбивый. А она пришла, порезала, как скотину, и ушла. У нее на себя нож с собой. Сегодня мы попытаемся понять, что на самом деле произошло между Татьяной Андреевой и Сергеем Черкайкиным в ту роковую ночь. И кем действительно является известная спортсменка, жертвой или убийцей. Татьяна Андреева сегодня в нашей студии. Чемпионка России по пауэрлифтингу. Сейчас ее обвиняют в убийстве ее друга. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, что произошло. Я понимаю, что все это происходило в местном отеле. Как вы там оказались? И когда это все было? Мы с моей подругой Дарьей, то есть с моей давнешней подругой, решили поехать в ближайшее село, покупаться, позагорать, да, что-то еще, то есть летний день. Вот, идем и увидели знакомый автомобиль, Хайдлендер, там номер 001. Вот, и, ну так переглянулись, это же, ну, Сережа. Он старше вас? Ну да. Ну, судя по номеру 001, он какой-то со связями парень? Ну да, он нам, то есть, рассказывал, ну, до того, до этого дня, то есть, да, я вот отхватил номер там 001, все такое. Вот, мы им сделали дозвон, позвонили, они говорят, да, это мы, ну, что-то нам предложили, то есть вы не хотите, ну, мы можем вас довезти там, да, до той же Аи, то есть у нас есть Узера Аи, вот, и привезти, естественно, вас вечером домой. Ну, мы что-то так посовещались, то есть, естественно, подвоха с их стороны мы не могли, ну, не ожидали, и согласились. Ну, тем более, почему есть возможность, когда тебя готовы подвезти? Ну, конечно, да, то есть, и это были не просто, да, там какие-то парни, в принципе, приятельские отношения. И поехали уже на Озер Ая, вот, а парни поехали дальше по своим делам. Ну, то есть, мы там находились какое-то время, да, грубо говоря, несколько часов на этом озере. Вот, потом уже Сергей, который, Бобриков, позвонил нам, то есть, что мы едем уже обратно, вы готовьтесь, ну, мы сейчас вас заберем. Что было понятно, вот на озере, там что, шашлыки, вино, коктейли? Нет, нет, какие шашлыки, какое вино, то есть, я занимаюсь спортом, алкоголь для меня неприемлем. Ну, и, получается, они подъехали, нас забрали, то есть, ну, время уже было, в принципе, не поздно, но начинало смеркаться потихонечку, вот. Ну, что-то Даша там выпивала немного, да, ну, как-то. Вот, и Сергей тоже, который черкать не даюсь, Бобриков, конечно, не пил, потому что он был за рулем. Ну, и я их, как просила, взять воды, они мне взяли воды и минералки. Вот, ну, то есть, ехали, вели диалог, и в какой-то момент, то есть, я просто теряю сознание, у меня даже не было какого-то, я не знаю, плохого самочувствия перед этим, да, 4 часа просто взяли и вырезали из моей жизни. То есть, и получается, что ты теряешь сознание, и как ты оказываешься в отеле, ты этого ничего не помнишь? Нет, я вот только... И только камеры скрытого наблюдения показывают, как тебя уже вносят, да? Вносят практически на плечах в отель. И ты сейчас понимаешь, от чего ты потеряла сознание? Скорее всего, это было специально запланировано парнями, и мне кажется, все-таки они мне что-то подсыпали в минеральную воду. Потому что раньше у меня такого никогда не было, сознание никогда не теряло, то есть, ну, я занимаюсь спортом, у меня здоровый организм, здоровый молодой организм. Итак, ты оказываешься в отеле, судя по кадрам, которые мы видим, тебя туда вносят, и давай посмотрим, как ты рассказываешь, когда ты уже очнулась, внимание. Я нахожусь в какой-то непонятной гостинице, там, я не знаю, в каком-то гадюшнике. Он идет ко мне, снимает с себя футболку, все, начинает расстегивать мне шорты, лезет мне под нижнее белье. Говорит, да ладно, что ты ломаешься, что ничего не понимаешь? Это огромный мужик на меня нападает. Естественно, он пытался меня изнасиловать, и не исключено, что убить в том же гостиничном номере. Я ударяю его по лицу два раза, то есть, ну, как-то кулаком там наотмашь его ударила, вот. И это, наверное, его еще больше подзавело, и он куда ты от меня денешься, то есть, с такой злостью ко мне говорит, хватает меня за шею, подтягивает к себе, то есть, это все в очень грубой форме. Увидела, что здесь лежит нож, взяла его как-то и наотмашь, то есть, ударила. Итак, ты расправляешься с насильником. Твои дальнейшие действия какие? Ты звонишь в полицию, ты... Нет, то есть, у меня огромный испуг, я никогда не попадала в такие ситуации, не могла от людей ожидать, в общем, таких гадостей, да, я никогда не сталкивалась с грубостью. Я просто в шоке, то есть, я сразу, ну, начинаю плакать, то есть, не знаю вообще, что делать. Вылетаю куда-то в коридор, там уже Даша идет, то есть, я ей вкратце говорю, говорю, что на меня напал Ширкакин, он пытался меня изнасиловать, вот. Вот, и, ну, то есть, Даша заходит, в общем, забирает из номера какие-то вещи, и мы просто уходим оттуда. Просто убегаете? Ну, да. Ты уехала или она тебя увела оттуда? Если честно, я уже точно не могу сказать, то есть... Это просто очень важный момент, если бы она была, то есть, она бы сказала... Ну, понятно, что ты была настолько напугана, но, тем не менее, все-таки, только твоя хорошая физическая подготовка помогла тебе, скажем так, да, отстоять свою честь. Давай посмотрим, как ты занимаешься в зале. Многие считают меня не такой, как все, то есть, то, что я не хожу по клубам, не тусую с ними, не выпиваю. И в пятницу вечером, когда все меня зовут в кафе, я иду на вечернюю тренировку. Ночь для того, чтобы спать. На данной штанге установлен вес в 105 килограмм. Ну, это, конечно, не рекордный мой вес, а самый рекордный был 160. Несмотря на то, что я спортсменка, в первую очередь, я все равно девушка. То есть, я, конечно, слежу за модой. Естественно, маникюр, прическа, они должны быть всегда при мне. И на любых соревнованиях я должна выглядеть отлично, идеально. Мой, собственно, вес составляет 48 килограмм. Но в том году я выступала в 52-й категории. И на чемпионате Сибири собрала личный рекорд в сумму в 400 килограмм, которая соответствует нормативу мастера спорта международного класса. Важнее спорта у меня ничего нет. И, естественно, я хочу связать в дальнейшем свою жизнь только со спортом. Ну вот если бы сейчас, спустя уже практически год, снова перенестись туда, в этот отель, и оказаться в той же ситуации, как бы ты поступила сейчас? Мне кажется, я бы просто меньше доверяла людям. Как-то не была, ну, можно сказать, такой наивной. Вот. И просто вообще бы отказалась ехать с ними куда-то. Вот вы поднимаете, мы видели, вес более 100 килограмм. Почему вы не могли его просто отпихнуть, оттолкнуть, ударить его в конце концов? Почему вы сразу же схватились за нож и нанесли ему ножевое ранение? Я пыталась его оттолкнуть, я его толкала, я его била по лицу несколько раз. И в судебно-медицинской экспертизе, то есть, ну, зафиксирован факт, ну, ссадин на его теле. Но все это мне не помогло, все равно... Я понял. А сколько раз вы ударили его ножом? Один раз. Один раз ударили ножом. А нож был там в отеле... Откуда взялся этот нож? Да, да, нож был в отеле, он лежал, то есть, то ли тумба, то ли стол, стояли справа от меня. На вот этой тумбочке лежали яблоки. И то есть, когда они меня занесли в номер, они еще сидели какое-то время в это... Ну, в номере выпивали. Я предполагаю, что они... Хотя администрация отеля, ну, назовем это отель условно, потому что отель-сауна, где в одном отеле отель-сауна и бассейн и комната на 24 часа, больше подсмахивает на публичный дом для меня, чем на отель. Смотрите. Так вот, администратор этого отеля вот что рассказывает, внимание. Интересно, по крайней мере, девочка, это она была пьяная, не была пьяная. А кто ее нюхал? Сказали, что ее туда пронесли и все. И все дела. У нас сейчас, кроме спиртных, еще что-то есть, чтобы на ногах не ходить. Ножик откуда взялся вообще в гостинице? Без понятия тоже. У нас ножей нету, наверное. У нас две чашки и два стакана. Все, что лежит на столике, все. Я уже здесь 10 лет работаю, у нас никогда такого не было. Обычное поведение мужиков в этой ситуации? Не знаю, сказали, они крезвые были, по крайней мере, один из них, который живо остался. Там, говорят, тоже никто не ссорился. Тишина и покой было в танках войска. Ну, знаешь, обычно у нас когда-то вот это, тут все слышно. Вот тут это ничего не слышно, ничего не видно, тишина, покой. Никто не кричал, караул. Вот смотрите, вас принесли там, уложили на кровать, все. Они остались в этой же комнате, продолжали пить. Или они все ушли. Она же бессознанная была. Вот как раз я этот момент хочу понять. Это странно как-то, что вы очнулись именно в тот момент. Да, вот это меня интересует. Вы очнулись в тот момент, когда он расстегивает там ширинку и тому подобное. И идет еще только на вас. Меня интересует то, через сколько, вот сколько времени понадобилось, чтобы вы очнулись? Около 4 часов. То есть 4 часа вы там лежали. То есть вас никто не трогал. Вы лежали, спокойно спали, и вас никто не трогал. Ну, как сказать, может трогали, но героиня не чувствовала. Это насильник. В принципе, девушка лежала, спала, или еще. Он бы мог воспользоваться этим моментом. Она была бессознанная, что спрашивают у нее. Так вот я поэтому... Да я предлагаю, давайте мы посмотрим фактуру. Мы видим на видео, что она идет туда не своими ногами. Что ее заносит. Это очень странно. Она связала о том, что ей... Вот обратите внимание, как ее заносят. У нее руки не болтаются. Если человек без сознания, у нее бы руки болтались, как плети. А вот посмотрите на видео. А если ее... Не болтаются руки. Она приживает. Если ей подсыпали клофелина. Давайте послушаем маму. Маму Сергея, как она реагирует сегодня на ситуацию. Внимание. Столько подруг было. Он ни одну не обидел. Мы же в деревне живем. Я бы сразу услышала. Он меня никогда ни в милиции на учете не стоял. Он ни у психиатра, ни по наркотиям не замечен был. Я во сне Сережу вижу, что он там рыдает. Ему плохо. Я про своего парня знаю, что он честный был, трудолюбивый. Ни наркоман, ни алкаш никакой. Веселый. Любил жизнь. А она пришла, порезала, как скотину, и ушла. У нее на себя нож с собой. Думаете, один мой сын погиб. Еще и внук или внучка не родившись. Мама, мама Сергея сегодня приехала на эту программу, чтобы пытаться найти справедливость. Любовь Евграфовна Черкайкина. Встречаем ее. Примите, пожалуйста, наше соболезнование. Спасибо. Скажите, Сергеем в тот вечер был его, даю родный брат, еще один Сергей. Да. Что он рассказал вам о том, что произошло в отеле? Тяжело мне. Ну, что они... Ой, не знаю. Ну, что рассказывает Сергей? Двоюродный брат. Они были в одной комнате вместе или они были в разных комнатах? Они в разных комнатах были. То есть Сергей был с Дашей, двоюродный брат, да? А ваш сын с Таней? Вообще они втроем сидели на улице, вот, в беседке. Когда Таня спала. А там я не знаю, что произошло. Ну, вы считаете, зная своего сына, он мог изнасиловать? Нет. Нет, потому что 25 лет он возле меня был. Тогда что произошло с Таней, как вы считаете? Почему она убила вашего сна? Вот я и хотела бы спросить, за что и почему. Понятно, что вы сына потеряли для любой матери, то есть, делал он, не делал, это горе. Но мы же тоже хотим разобраться, понимаете, она же не похожа на какую-то там, я не знаю, плечевую, на алкашку. Послушайте, если действительно ее пытались изнасиловать, я двумя руками поддерживаю. Понимаете? Что вы поддерживаете? Убийство поддерживаете? Да. Вы меня извините, это уже не было. Сейчас веди такие голодные, радушные глаза, а ты поставь себя на место матери, если бы твоего единственного ребенка убили. Чего ты вообще поперла, скажи? Зачем ты ему звонила? Чтобы его убить, лишить его жизнь? Давайте мы... Молчите, да. Мы не можем установить определенных фактов. Но мы знаем конкретные факты, что девушка ехала в автомобиле и потеряла там сознание. Да? И два здоровых парня, вместо того, чтобы отвезти ее в больницу, по какому основанию она потеряла сознание? Еще второй вопрос, да? Вот, это первое. Второе. Да, безусловно, даже предположим, да, какое он имел право к девушке? Без сознания заходить в комнату один. Понимаете, в чем дело? Не имел, в принципе, права. Предположим, ситуацию не хотела, не оселась, но девушка после четырех часов потери сознания открыла глаза и видит над собой парня. А что она должна была подумать? И она, извините, дальше. Нет, подожди. Вот вы тоже не путаете. А они над собой парня увидят. Не надо путать, там, знаете, она жмет, что, двести, триста килограмм, как бы, да? Во-первых, четыре часа. Не надо путать с боксерами. Девушка одно дело выжать штангу, а другое дело ударить мужчину. Это разные вещи. То, что вы говорите, понимаете, вы говорите со слов Татьяны. Я говорю из фактов, то, что я видел. Вот именно со слов Татьяны. Ну вот здесь сидит, вы занимаетесь в одном зале. Вы знаете Таню. Вы считаете, она способна убить человека вот так, хладнокровно? Я думаю, что без повода любой человек не будет убивать никого. Тем более, что... Нет, вообще, о чем может быть речь? Мы учимся вместе. Четыре года сидим за одной партой. Это тот человек, который совершенно спокойный. У нее не было никогда никаких конфликтов, ни агрессии. Это спокойный, адекватный человек. Давайте послушаем тетю, тетю Сергея. Что она рассказывает, если мама сегодня не готова говорить с фактами. Внимание. Девка была, у нее в интернете открытая была страница. У нее там были... Она зарегистрирована как Татьяна Бритова. Как Татьяна Бритова. Какие-то жестокие, маниакальные у нее там фотографии, картинки. Везде кровь. Везде вот такие вот удушения, повешения. Это было умышленное убийство. Она ее ткнула в живот. Ткнула в живот. Положила... Показать силу хотела. Положила в сумочку нож, повернулась, свободная, ушла. Спокойно. Она учится на педагога. Она будет учить детей. Это зверида. Почему видели смертную казнь вообще? Ее убить надо было. Сразу. А что это за страница, про которую говорит тетя? Да, можно сказать, то есть пояснить. У меня была страница, которая была подписана... Ну, подписана Татьяна Андреевна. То есть ее сейчас можно найти, но она удалена. Вот Бритва. То есть это не твоя страница, которая... Это больше не ваша страница. Не ваша страница интересует. Нет. Тетя Сергея сказала, что ты унесла нож. А ты действительно нож забрала? Да, это действительно было так. Подожди, это очень... Смотри, подожди секунду. Ты ударила его ножом. Понятно, ты в шоке, ты боишься, ты испугалась. Но логично предположить, что человек ударил, бросил нож и выбежал в панике. То есть не берет его, в сумку не кладет. Вот это настораживает. Через несколько минут в этой программе появится близкий друг Сергея Черкайкина, который убежден, что у Тани раздвоение личности, и она ведет двойную жизнь. Но прежде, чем мы уйдем на рекламу, хочу показать вам видео еще живого Сергея, у которого в руках тоже нож. После рекламы мы продолжим. Там мясо не будет видно из-за этой капусты. Брянная в том-то и дело, что... Овощная? Обычная. Да, конечно. Да? На придумывание мне. Сам валил центр. Я дома посижу. Вы смотрите «Пусть говорят» и вам программы «Сегодня ночь в отеле». На этих кадрах талантливая спортсменка, чемпионка России по пауэрлифтингу, 20-летняя Татьяна Андреева из города Бийска, Алтайского края. 13 августа 2012 года она смертельно ранила своего друга, 26-летнего Сергея Черкайкина, который, по ее словам, пытался ее изнасиловать. Он начинает расстегивать мне шорты, лезет мне под нижнее белье. Я, естественно, я пыталась как-то от него отбиться, то есть его отталкивал, он вообще не реагировал. И ко мне попадает какой-то нож там под руку, и я его ударила на отмашь. Но мать Сергея не верит в то, что ее сын насильник, и уверена, что Татьяна скрывает истинные причины, из-за чего она убила ее единственного сына. Я про своего парня знаю, что он честный был, трудолюбивый. А она пришла, порезала, как скотину, и ушла. У него на себя нож с собой. Во время рекламы к нам присоединился близкий друг Сергея Черкайкина, Александр Чуманов. Он уверен, что Таня ведет двойную жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы считаете, что Таня не оборонялась тогда ночью в отеле? Ну, как бы я там не был свидетеля, он не был того, вам даже взять, если в то видео, которое присутствует с камерой, то там отчетливо видно, что руки, ноги, они не болтаются, то есть они в напряге. Вот, абсолютно верно. Как бы там это... Хорошо. Ну, то есть получается, что она... Ну, это означает, что она... Таня просто... Нет, вы сейчас из нее сделаете такого альпачина, который сел в машине и сказал, занеси меня, то есть все просчитал, занеси меня на руках. Нет, нет, ну давайте не будем додумывать. А я вам хотел уточнить, скажите, пожалуйста... Простите, вот сейчас, одну минуточку. Я спортсменка, поэтому я не пью. Раньше вы постоянно с ним встречались, общались, разговаривали. Вот пил ли Сергей? Это может быть не клонфелин, это может быть все-таки обвинение. Был ли он алкоголиком? Алкоголиком не был, он пил, ну как? Не был. Наркоманом он не был? Нет, наркоманом не был. А кем был Сергей, что он разъезжает с номером 001? Что за связью Сергея, которому 001 получить вот так простому парню с улицы, никто ему не даст. Почему он занимается? Вот Сергей, чем занимался? Они занимались как бы, это, пластиковыми локнами возили, то есть устанавливали. То есть был свой бизнес Сергей. Хорошо, а судимости у него были? Какие-то преступные деяния он совершал? Да не было у него ничего такого. Ничего такого не было. А взаимоотношения с друзьями, с товарищами, как вот он себя вел? Нагло, там, сильно, жестко? Или просто вот по-дружески, по-свойски, по-соседски? Я начинал со школьной парты, как бы, и ничего плохого сказать не могу. То есть это постоянно веселый, позитивный человек, добрый. Я ни разу не видел, чтобы он где-то дрался. Это он на этих фотографиях? Да, это он. С кем? С женой, да, и ребенок? С его сын. И вот теперь смотрите, вы нам рисуете портрет порядочного парня. Здесь тоже сидит девушка, на которой, ну, внешне не скажешь, что она какая-то распутная. И она стала жертвой, она говорит, насилие, а он с двумя девушками и с братом, подождите, поехал в бордель, пить пиво, жена сидит прекрасная, ребенок, где ты, Марк? Давайте, это, обратимся к тому, порядочная девушка поедет ночью в гостиницу, где сауна и бар. Ну, она же не поедет, нет, ее вносят на руках в отель, как вы видите. Подождите, ключевое, подождите, да, девушка не 20 лет, не 30 лет не должна шариться по гостинице, а парень, которого жена ждет ребенка, тоже должен? Так он не женатый был, он разведенный. Как получилось, что вдруг вот Сергей так рискованно, он мог позволить себе, да, 4 часа к вам не подойти? Ты говоришь, ты не ходишь ни в клубы, ни на дискотеки, никуда, то есть тренировка, дом, учеба. То есть где вы тогда, на учебе познакомились? Ваша подруга позволила вас отвезти туда? Она не сказала, что давайте поехали домой. Нет, мы должны поехать домой. Она не была пьяной и не пила пиво. Это мы с ее слов знаем, что она не пила пиво, понимаете? И что ей подсыпали что-то. Я хочу поверить. Понимаете, я не могу. Скажите, что изменится, если даже, если даже она нас сейчас обманывает, и она выпила пиво, в которой, допустим, к ней что-то подсыпали. Она выпила пиво, они ее привезли в бардель. Это значит, была ее воля или не было воли. Подождите. Тут самое главное. И в чем наличие воли? Пить свиво и потерять сознание, и когда тебя наносят на руках в отеле, это две разные вещи, да? Я просто допилась. Дайте секунду. Вот у меня сейчас есть воля поехать с вами к вам на дачу поиграть в бильярд, выпить коньяка. Но это не значит, что у меня есть воля потом стать жертвой насилия с вашей стороны. Нет, подождите. Про жертву насилия. Ну куда мы забили вообще наше следствие? Это очень надо. Давайте пригласим в эту студию маму Татьяны, Ольгу Александровну. Как она отреагировала на новость о том, что Таня убила человека? Встречаем ее. Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр. Вот дочь не пришла домой ночевать. Она рассказала, что она поехала к подруге после того, что произошло. Вы как мама заволновались? Как отреагировали? Да, я уже начала звонить часов в пять. Она мне все отвечала, что скоро подъедем. В пять вечера или в пять утра? В пять вечера. То есть тринадцатого числа. Вот. Когда часов в двенадцать уже был отключен телефон, естественно, мы заволновались. Я обзванивала всех подруг, всех знакомых. И у Дарьи тоже телефон не отвечал. В общем, мы с утра уже собирались ехать по знакомым, искать ребенка нашего. Вот ваши разговоры. Как она вам рассказывает? Рассказывай. Ну, мы не нашли. Просто с утра уже приехала милиция и сказали, что вот такая ситуация произошла. И они искали, где живет Дарья. То есть, раз у нас дома нет. И мы с милицией поехали к Дарье домой. Там я ее увидела. В каком состоянии вы нашли дочь? Ну, в каком? Они сильно взволнованные были. Запаха не было. Вот у меня и спрашивали на суде. Ни пива, ни водки. То есть, алкогольного запаха не было. Аккуратно делали? Экспертизу делали. Экспертиза показала, ничего нет. Не было у нее алкоголя. Мама сказала, что у меня не делали экспертизу на какие-то другие вещества. То есть, кровь у меня почему-то не стали брать. А почему вы не сказали? Это надо у следователя сказать. Но вы же рассказывали всю ситуацию. Почему вы не настояли вот на этом? Это следователь должен. Совсем другое сказал. Что сказал вам следователь? Что ее нашел он пьяный. Какой следователь сказал? Будьте добры, вы расскажите хотя бы то, что вы знаете. А, сейчас одну секунду, вы тоже здесь знаете всех участников истории, девушка. Это подтверждает подружка Дарья. Когда пришел следователь, не следователь, но вот когда пришли за ней к этой подружке, Татьяна пила водку. Дарья сказала, что она купила бутылку водки себе. А 13 августа она пила пиво. И постоянно в показаниях они путаются. Понимаете? Даже если она пила водку, коньяк, пиво, неважно. Какой мотив вы можете, вы видите. Если бы он хотел ее изнасиловать, и как-то все говорят, она без сознания была, нафига бы он ходил бы где-то 3-4 часа пил пиво? Нет, давайте мы с вами другой вариант развития событий. Он бы изнасиловал, и не стала бы ничего ждать. Они поехали с ними в этот отель переспать. Добровольно пили, были готовы. Но зачем ей тогда переспала и убила? Мы, никто из нас не знает, что произошло. Давайте послушаем пою, родную сестру, Сергея. Я читала просто материалы дела, и Дарья утверждает, Татьяна была не без сознания, далеко. Татьяна приглашала в номер Дарью о чем-то поговорить. И это также подтверждает Сергей Бобриков. То есть Дарья ушла в номер к Татьяне. Они о чем-то разговаривали. Два Сергея решили тоже подняться в гостиницу. Зашли в номер, где остановились Сергей Черкайкин и Татьяна. Девушки сказали, что мы сейчас закончим разговор, и потом разойдемся, в общем, по своим номерам. Они разошлись по своим номерам, и через несколько минут Сережа просто выбежал, держась за живот. Выбежал следом второй Сереже за ним. А они просто спокойно ушли. Почему они врут? Если человек не виновен, почему у него постоянно меняются показания? Почему? Сейчас еще одна короткая реклама. Далее в нашей программе подруга Тани Андреевой Даша, которая была с ней в тот вечер, и которая сейчас с ней не общается. Что расскажет она о той ночи в отеле? Так, реклама. Спасибо, что продолжаете насмотреть темы и фирмы «Сегодня ночь» в отеле. На этих кадрах талантливая спортсменка, чемпионка России по пауэрлифтингу, 20-летняя Татьяна Андреева из города Бийска, Алтайского края. 13 августа 2012 года она смертельно ранила своего друга, 26-летнего Сергея Черкайкина, который, по ее словам, пытался ее изнасиловать. Он начинает расстегивать мне шорты, лезет мне под нижнее белье. Я, естественно, я пыталась как-то от него отбиться, то есть его отталкивал, он вообще не реагировал. И ко мне попадает какой-то нож там под руку, и я его ударила наотмашь. Но мать Сергея не верит в то, что ее сын насильник, и уверена, что Татьяна скрывает истинные причины, из-за чего она убила ее единственного сына. Я про своего парня знаю, что он честный был, трудолюбивый. А она пришла, порезала, как скотину, и ушла. У нее на себя нож с собой. Даша Бибикова, один из ключевых свидетелей в этом деле, которая была с Таней в ту ночь в отеле, присоединилась к нам во время рекламы. Добрый вечер. Итак, ты один из ключевых свидетелей. Давай начнем все-таки с этого видео, почему Таню вносят на руках в отель. Это кто вот с бутылками пива? Это Черкайкин. Так, это ты? Да. Это ты и второй Сергей, да, вносят Таню на руках. Почему? Потому что Бобликов, когда мы сидели в машине, он сразу подошел, ничего не объясняя, схватил ее. Она говорила, отпусти, отпусти меня, я сама пойду. Она говорила или она была в отключке? Таня говорит, что она была в отключке. Подождите, подождите. Была не то, что в отключке, она была какая-то такая усталая, вялая, непонятная. Вы выпивали? Я выпивала. Татьяна, выпивала с вами? Честно говорите. Пивала. Ну так вот и все. Она встала на свои места. Она встала на свои места, конечно. Итак, пьяную подругу вносят... Я бы не сказала, что она была пьяная. С 0,5 никого не могло так... А почему ее... 0,5 водки? Ей даже хотелось. Когда ты занимаешься спортом и ты ведешь здоровый образ жизни, тебя может развести с фужера, понимаешь? Подождите. 0,5-то водки. Ну подождите, не водки, пиво. Пиво, пиво. Хорошо. Таня не в отключке, и Таня пьяна после бутылки 0,5 пиво, и ее вносит второй Сергей на руках в отель. Дальше. Сергей, тот что Бобайков, он сказал, пусть она полежит, ей станет легче. Судя по информации, которая прозвучала здесь, она отдыхает. Вы пошли в беседку и сидите там 3 часа. Мы спустились вниз, все втроем. То есть я сидела, и я была полностью... Думала о том, что она в безопасности, что она лежит, отдыхает. То есть она отдохнет, и мы уедем домой. Как сказали нам Сергея, они нас отвезут до дома. Вариант такой, что рассказали по материалам дела, что сняли два номера. Да, это уже потом было выяснено. Вы выяснили, что мальчики все-таки сняли два номера, и, как я понимаю, все-таки, наверное, они рассчитывали на нечто большее, чем просто... Ну они же оселились, дадили попить пиво, дадили с мальчиками, да? Вы больше не рассчитывали. Вот у меня сложилось ощущение, при входе в гостиницу, что это игра двух девушек. Вы просто спровоцировали эту ситуацию. В этой ситуации человек, который имеет физические способности, не мог себя защитить, но мог ударить ножом. Андрей, я профессиональный спортсмен, я мастер спорта по боксу. Я вам могу сказать, что если девушка пьяного мужика, вот который не готов к этому, реально могла справиться, причем здесь нож, я не могу объяснить вот этой агрессии, которая вызывает вот эту вот силу. Насколько я знаю, вы с ножами связаны вообще были. У вас есть... Вопрос. Ваш вопрос. Вы связаны с ножами, откуда взялся нож? Потому что в гостинице ножа, насколько я понимаю, не было. Максимум, с чем я связана, это со штангами. Естественно, ни с какими с ножами я не связана, и свои предположения, откуда взялся нож, я, по-моему, уже высказывала сегодня. Да вы много быстрее. Итак, давайте вернемся. Хорошо. Вот здесь двоюродная сестра Сережа говорит, что вы заходили к Тане в номер и беседовали о чем-то. Я заходила в номер Тане уже после того, как Сергей вернулся и сказал, точнее, вот с Бобой к вам они начали общаться, я еще сидела. И у меня что-то так ёкнуло, а не мог ли он пойти к Тане? То есть, как бы, ну, мужчина пьяный, такой поддатый. В принципе, у всех одни мысли. Тут что-то ёкну, и я пошла, поднялась к ней, она там вся в слезах, и я начала копаться в сумке, начала искать телефон, чтобы вызвать такси, уехать. Смотрите, подождите, очень важно. Подождите, вы едете в машине. Тут у кого-то, и это вопрос у кого, возникает желание заехать в этот мотель. Вы же лично согласились. Зачем вы туда вообще поехали? Да, вы лично как подруга, вы согласились. Вы пришли в этот отель. Хорошо, ну давайте скажем, может быть, девочкам неловко. Ну, хорошо, они молодые, ну, хорошо, хотелось каких-то приключений, но явно они не рассчитывали, что дело дойдет, может быть, до того... А приключения какие приключения, Андрей? Если хотелось приключений, подождите, номер сняли, номер сняли, тогда и поехали в бордель. Бордель – это уже определенные приключения. А потом поменялось впечатление. Вот в 4 они хотели бордель, а в 6 они расхотели. Или в 6, когда Сережа родился, он оказался спортивным аполлоном, к которым привыкла Таня в спортзале. Ее сошнило от вида голого Сергея, да еще и пьяного. Я даже хотел с ним вступать в интимность. Но это не повод для того, чтобы ударить человека ножом. Хорошо, но теперь... Это не повод, чтобы взять и ударить его ножом. Вопрос в том, что почему она ударила ножом. Человек, которого насилуют, прежде всего женщину, как себя представляет Татьяна. Вот Татьяна нам вначале сказала, я все равно женщина, это ее слова. Вот женщина любая, какая бы она ни была подготовлена, первое, что делает, она начинает кричать или звать на помощь. Андрей, это 100%. Юрий, вы как специалист по самообороне тоже считаете, что женщина должна кричать? Или все-таки в эту секунду каждая женщина действует по-разному? Есть два варианта. Есть люди, которые впадают в ступор и еле-еле отбиваются. Есть, которые кричат и визжат. То есть это в зависимости от психики человека и от того контекста, в котором все это происходит. Если девушка сталкивается с насилием, она начинает защищаться всеми доступными средствами. И если, всеми абсолютно. И если, я уверен, что когда Таня ударила его ножом, она даже не думала, что это ранение серьезное. Она просто вот ударила все. И они даже когда не уходили из номера и вообще из этой гостиницы, скорее всего было так, что ударили, она говорит, слушай, ну я его ударила, там он выбежал. Он же живой, он же не умер при ней, правильно? Он выбежал, она думала, что с ним все нормально. Я уверен просто в этом. Вы рассказываете про какого-то монстра. Ударил ножом и ничего страшного, я пошла домой. Еще раз повторяю. Женщина начинает защищаться всеми доступными средствами. Не получилось рукой, не получилось ногой. Она хватает любой предмет, стакан, нож, все, что поводит под руку. И начинает действовать. Тем более, если все-таки очевидно, что она немного выпивала. Много, немного, не важно. Вы совершенно правы. Это абсолютно не играет роль никакой. То есть просто был удар. Все. Потом они поняли, что как бы что-то случилось не то, и они уехали. Вот и все, я думаю. По поводу самообороны, да, в этой ситуации, я убежден полностью, что действительно женщине... Вот она поднимает там 100 килограмм, да? Я вот сейчас подойду. Ничего она со мной не сделает. А я, ну, ну, я в очередь вешу. Ничего она не сделает. Не может женщина, не может женщина реально, реально защититься, если она этому не училась. Она может поднимать штанги на все, что угодно. Может быть, вы занимаетесь боксом, если попасть в подбородок, можете вырубить. Никаких проблем. Но обычной девушке... Вы знаете, что происходит. Вы занимаетесь обороной, вы знаете. Вот она, она с пьяным мужиком в данном случае могла справиться. Да не могла, вы что, вы не обидели больше. Люба, вы знаете, девушка, это ваша точка зрения, все-таки... Люба. Это совпадение, как бы... Случайность, да? Это случайность, да. Потому что девушки, это мои лучшие подруги. Мы не любим никакие мужские компании. Если они как-то получаются, то мы максимально быстро, максимально... Ну, мы стараемся оттуда удалиться. Ну, мы этого не любим, я не знаю, почему я сама... Вы не любите мужские компании, что... Нет, вы такое платье надели короткое. Нет, скажите. Ну, это... Нет, ну, конечно, это хороший вопрос. Вы не любите мужские компании, вы что, замуж не собираетесь выходить? Подождите, подождите, мне нападет. Я сниму, мне приговор программы. Она же говорит не про то, что она мужчин не любит. Они не любят... Конечно, мы общаемся, она общается прекрасно там... Сколько вам нет? Мне 19. То есть у вас нет парней, у вас нет... С другой ориентацией просто. Ну, вот, посмотрите, ну, просто реальные, вот, секс в большом городе, вот, героини, четыре подруги. Давайте пригласим четвертую сюда. Анастасия Дешевых встречаем Настю. Парни, их не интересуют. Это не имеет отношения к этому ситуации. Нет, ну, вопрос абсолютно. Ну, не имеет отношения. Вы понимаете, мне хочется просто понять психологический портрет, как бы, вот, девочку понять. Потому что я смотрела ее, вот, ВКонтакте, да, я просто посмотрела, что там есть. Ну, я, например, обратила внимание на такую картину. Ножи и мужчины, здоровый мужчина такой. Что за ассоциация вот ножа и вот этого вот толстого мужика? Меня вот это интересует. И, во-первых, я не понимаю, о чем вы говорите. Во-вторых, пожалуйста, мне фотографию, факты, где моя фотография, где я пишу, где я говорю об этом. Вот, посмотрите, вот видите нож. Это у вас ВКонтакте? Нет, меня нет ВКонтакте. Это не ваша страница ВКонтакте? Это не моя страница ВКонтакте. Вот это здесь вообще, о чем я понять не могу. Вы метанием ножей, такими вещами не занимались никогда? Не занималась я никогда таким. Я занималась танцами, я занималась плаванием, я занимаюсь пауэрлифтингом. И ты занимаешься в театральном кружке? Я занимаюсь в театре, да. Давайте посмотрим, у нас есть видео, как Таня занимается в театральном кружке и мечтает статья актрисы. Внимание! Ветали воздушные корабли, Лился жидкий огонь, Сверкал искра жизни и смерти. Мы находимся в Бийском драматическом театре, при котором находится наша театральная студия «Сердца мира». Именно здесь, в нашем театре, я могу обнажить свою душу, контактировать со зрителями. Что мне очень не хватает в моих буднях, суровых, спортивных. Я очень люблю, когда в зале аншлаг. Это чувство не передать словами. На тарелках зализаны зал. Будем жрать тебя мясо. Все! Сверские какие постановки-то у вас там. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас сели с Таней, почему не сели с Дашей, хотя там место было свободное? Ну, у меня к Даше вопрос сразу же. Дарья, как ты смогла допустить ситуацию до этого? Тане стало плохо. Ты знаешь, как Таня... Вот первый раз она взяла и отключилась. И ты, как подруга, почему ты дозволила, что вы доехали до гостиницы? Почему ее занесли? Мне вот это, Дашей, где вопрос... Дарья, ну она говорит, что Таня выпивала. Я не понимаю этого. Значит, она лжет. Говорят, что она была не без сознания. Откуда ты можешь знать, что, как было? Это тебе сказала Таня? Дарья, вопрос был в другом заключался. Твой мотив. Она была не без сознания. Зачем ты туда заходила, в эту гостиницу? Я все-таки хотела, как лучше, чтобы она маленько отлежалась, и мы уехали домой. Как говорится, хочется как лучше, получается, как всегда. Интересный такой факт, что на суде Бобриков говорит о том, что у них был мотив... Был мотив. Это Бобриков сказал... Переспать с девочками. Да, переспать с девочками. То есть они ставили это целью. И он говорит это просто на суде. Это судья спрашивает. И он странно говорит, странно, девушки такие большие, как они этого не поняли. Что мы хотим от них? Это он на суде? Да, он говорит это на суде. И еще такой интересный факт. В деле в показаниях нет такого, что это он упоминал об этом. Можно сказать? То есть в материалах дела указано, что Сергей говорит, да, мы рассчитывали на интимную связь с девушками, но мы им об этом не говорили. Мы думали, девушки взрослые поймут, о каком возрасте может идти речь, когда на тот момент было Дарье 17 лет. Хорошо. Вы приезжаете домой. Вы приезжаете домой. Почему ты, понятно, Таня в шоке и может действительно сомневаться, звонить, не звонить? Почему ты не звонишь в полицию и не говоришь, что вот такая история произошла? Ну, я не знаю. Я человек очень впечатлительный, поэтому как-то вот эта Танина передалась мне. Я тоже очень переживала, и я не знаю, что делать. Вашенька, скажите мне, пожалуйста, извините меня за такой вопрос. Вот на тот момент вам было 17 лет. У вас секс вообще с какого возраста? С 18. С 18? То есть вы до этого не... То есть вы еще девушка в той истории? И вы не понимали, что делать. То есть вы не имели никакие отношения, половые отношения, ни с какими мужчинами. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы увидели Татьяну, что она выходит из номера, она была одетая? По-моему, да. Так. Я не помню уже. Сейчас дело в суде находится. Да. Следователь вышел, то есть следователь передал дело в суд по обвинению ее в нанесении... Да, по обвинению. В нанесении телесных повреждений. Какая статья сейчас? Что идите? 11-я часть. Четвертая. То, что вы поехали шариться и куда-то пить банку пива или литр водки, неважно, это, конечно, неправильно. Да, потому что девочки не должны себя так вести, и тем более в таком возрасте. Но случилось, как случилось. И здесь мы видим и слышим, понимаете, что в суде один Сергей, который остался живой, подтвердил показания свои, что они имели желание вступить с ними в половую связь. Понимаете? И для меня лично, для меня лично, сейчас, это только самооборона, и я полностью поддерживаю и оправдываю действие. Потому что, предвосхищая ваши фу-фу, да, я всегда тем, кто заступается, кто против введения смертной казни, кто заступается за насильников, я всегда говорю, для любых родителей свой ребенок самый лучший. И то, что, и то, что он погиб, парень, мама плачет, конечно, она по-другому не... Но всегда примеряйте пиджак на себя и думайте, что если завтра ваша дочь, ваша внучка, понимаете, попадет, ее изнасилуют и убьют. Что ее не насягла? Она спровоцирует. Это насилие. Все было спровоцировано. Это крайность. Это все, это конец. Дальше уже ничего быть не может. Вот если бы она... Сейчас еще одна короткая реклама далее в нашей программе родственники Сергея Черкайкина и экстрасенсы. Что видят они? Что произошло в всю ночь в отеле? Спасибо. Вы смотрите, пусть говорят тем программы «Сегодня ночь в отеле». В центре внимания история чемпионки по пауэрлифтингу 20-летней Татьяны Андреевой из города Бийск Алтайского края 13 августа 2012 года она смертельно ранила своего друга Сергея Черкайкина, который, по ее словам, пытался ее изнасиловать ночью в отеле, куда она приехала вместе с ним и со своей подругой Дашей. Сегодня все участники этой истории здесь в студии. Во время рекламы к нам присоединился еще один родственник Сергея Черкайкина Матвей Борзихин. Татьяна, скажите, пожалуйста, у вас есть татуировка на теле, на животе? Вы можете ее показать? Нет, не могу, потому что я одета в боди. Ну, покажите ее, пожалуйста. Так, так, что, 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 не надо, не надо. Вот татуировка на фотографии. Покажите, пожалуйста. Зал, тише, пожалуйста. Ты хамло. Посмотрите, там видно... На меня посмотри. Одну секунду, давайте на вы разговаривайте, вы меня не знаете. Слышь, ты бездавай. Ты хамло. Ты вышел, покажи татуировку. Может, трусы еще покажи? Посмотрите, пожалуйста. Там видно бритву с левой стороны. Так. У Татьяны была страничка. Называлась она... Таня Бритва. Таня Бритва, да. А фотографии, какие можно предъявить? Видно татуировку. Вы занимались метанием ножей. Вы же ходили в школу? Нет, не хотела. Там ваши друзья пишут в блоге, что вы занимались метанием ножей. Я не занималась. Если вы вот говорите, что я занималась какими-то метаниями ножей, где тренер какой-то в школу? Какой мотив мы хотим понять? Татьяна Бритва, там существовали стишки различные, ненормативные стишки. То есть, как, например, раз, два, три, четыре, пять, я иду вас расчленять. Нормальная девушка, она пишет такое, стихи вот эти вот. А нож, все-таки, он приобщен к делу или нет? Ножа не нашли, она от него избавилась. Его не нашли. Вообще, экспертиза была. И было сказано, что нож был очень большой. То есть, это серьезный нож был. И я еще хочу сказать. А куда вы дели нож? Да. А, то есть, после всего стучившегося, я в панике, я этого не скрываю. Да, я его сунула в сумку, потому что я не знала, что делать. Выбежала. И когда мы выбежали, я его куда-то выкинула в кусты. Чужой гостиничный нож. Мы... Стоп, стоп. Казенный нож выкинули. Когда у вас, подождите, дознаватель, вас опрашивал. Он же наверняка спрашивал, где-то. Мы ездили с оперативниками, искали все. оперативная группа выезжала? Конечно, конечно. Да, мы искали вместе с оперативниками три часа. мы все верим, мы все поддерживаем. Давайте спросим в этом запутном деле, что считает экстрасенс. Галина Багирова сегодня у нас на программе. Что вы видите? Что вы можете сказать? Татьяна, я хочу спросить, у вас есть жалость к Сергею? Вам честно ответить? Я вижу, нет. Он хотел меня изнасиловать, я не могу его жалеть. я понимаю, стоп, первое. Я понимаю, что вы девочка очень внутри сильная, но и агрессивная. У вас границы все стерты. Если идет какая-то трудность, или какая-то опасность, вы тут же решаете, вы даже не будете думать. Я понимаю, что в тот момент, когда он подошел к вам, вам стало очень противно. Вижу. Ясно. Противно до такой степени, что вы не могли даже на него смотреть, когда вы поняли, кто возле вас стоит. Это факт. Верно. Поэтому реакция пошла совершенно спонтанная. Я понимаю, что вы неожиданно ударили, но хотя бы вы посмотрите, рана какая. Хоть можно было бы как-то его, может быть, спасти. И бог, с ним уже все получилось. Я понимаю, что вы его не били. Вы попытались его только оттолкнуть, я вижу, по лицу, и, может быть, чуть не поцарапали, а потом уже нож пошел. Верно? Вопрос совершенно о другом. Какая разница, где нож оказался у нее в сумке или на тумбочке? Если бы этого ножа не было, всем очевидно, и профессионал правильно об этом сказал, он бы ее изнасиловал. И я хочу сказать, извините, слава богу, слава богу, что она, что она могла защитить себя маленькой, хрупкой девушкой. Не надо рассказывать сказки, что она могла защитить себя по-другому. Слава богу, что у нее очутился нож. К сожалению, парень умер. К сожалению, парень умер. Потому что вот эта девушка сама является провокатором. Она врет в судьи, что ее подруга сказала, что она обманывает. Она была не пьяна. Она уверенно ушла из гостиницы. Убийство это уголовное ответственность. Уголовное ответственность. Дайте ему. Вопрос. Вот сидит. Послушайте. Послушайте, подождите. Давайте передачу. Вот, вот сидит человек, который занимается боевыми искусствами. и самообороной. Подожди. Что такое? Вот девушка сказала одну фразу, которую мы все пропустили, между прочим. Послушай, фразу она сказала. Знаешь, что в городе-то говорят? Да? Расслабилась бы, получила бы удовольствие, зато парень остался бы жив. Вот в чем проблема. Услышьте одну вещь, боже мой. Послушайте меня. Это общество, которое должно стоять на защите девушки. Я маме хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, в подростковом возрасте, в детстве, было такое, что, я не знаю, может быть, ее пытались изнасиловать, может быть, у нее есть какой-то страх перед мужчинами. Почему она избегает мужчин? Почему она вот так вот не хочет? Да мужчина такие она избегает. Подождите, подождите, почему девушка... Вы сказать-то дадите про нож или нет? Убиваете, но это же вам не... Про нож-то дадите сказать или нет? А что она избегает? Она избегает ее друг, да, ты дружишь с Таней, и вон она не избегает, вот он занимается спортом, хорошо выглядит, вот с ним она и дружит, понимаешь? Я с ней занимаюсь 4 года, месяц спортом, мы стали очень хорошо общаться, дружить, я могу со стоп... У вас роман? Нет, дружба. Нет вообще романа с мужчиной. Я могу со стопроцентом уверенностью сказать, что никаким легкомысленным и ветренностью она не обладает. О чем вы говорите? Простите, вы уже тут у вас между собой. Извините, пожалуйста. Да. Конечно, дело в том, что сейчас такая ситуация сложилась, но немножко психика у девочки, она неустойчивая. И это как защита, я не совсем ее оправдываю, но это есть защита, это есть защита, но переться к мужикам это твой минус. Но мне кажется, это вообще история про то, что урок для молодых девочек, которые хотят хоть какой-то активности в своей жизни. 17 лет, гормоны играют, хочется внимания мужчин. И мне кажется, что пример Тани и Даши сегодня должен быть для вас хорошим уроком, что не нужно ездить ни в какие отели с саунами для того, чтобы финал всей истории был такой, какой вы услышали ее сегодня. Дерегите себя, и все же блески. До свидания. Громкий развод эстрадной звезды Анжелики Агурбаши колбасного короля Николая Агурбаша. В 90-е Анжелику Агурбаш мало кто знал. Она и выглядела и называлась тогда иначе Лика Яблинская. В 2012-м имя Агурбаш прогремело на всю страну. И не столько благодаря голосу певицы, а из-за ее скандального развода с колбасным королем. Эстрадная звезда публично заявила об издевательствах и унижениях, которые она терпела все 10 лет брака с Николаем Агурбашом. Постал у меня на колени. Потом, когда он мне предложил встать в определенную еще позу, тут, конечно, я встала с колен с головой. Вот этого не будет. Любимая женщина, которая предает, уходит к другому, она мне изменила. В нашем следующем эфире новые скандальные подробности громкого развода эстрадной певицы Анжелики Агурбаш и колбасного короля Николая Агурбаша. Агурбаш